Боже, Господь позволил мне издать 38 книг. Вот я их привез. Вот это вот мы раздаем население, потому что мы библиотеку ставим не ниже администрации. Это везде, просто возьмите, пожалуйста, себе, а остальное оставляем, когда люди придут. Я издал 38 книг и оповестил все библиотеки, края и библиотеки страны. Ответ поступил практически от всех, одинаковый. Посмотрите, какой. Финансированное нет, рады бы приобрести, но не можем. Зная, сам знаю я, это отдельно, не моя книга, на русском и немецком языке «Новый завет». Я принимаю решение подарить библиотекам эти книги. Кто-нибудь прочнись вслух от этой статей «Колдайская правда». У вас очки есть. Ну, слушай, мы все вас слышим. Вот она. Да, да, вот это вот, маленькая. В своих книгах Лапкин ответил на... Нет, 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 вот отсюда, заголовок. Ну, я отсюда вставлю. А, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ответил на 2900 вопросов. На днях Игнатий Лапкин, известный барнаульский православный проповедник, выпустил свой новый письменный труд «Открытым боком». Это 21-я православная книга, написанная им за 4 года. Несколько экземпляров автор уже перевел в Германию, Грецию, Америку, Канаду, Австралию и на Украину. Новая книга – это 13-й дом моей серии. Вопросов, ответов и проповеди о православии. Говорит Игнатий Лапкин. Уже 43 года я веду занятия по изучению Библии. Читаю лекции в университетах, школах и воинских частях, частях милиции. Во время таких бесед люди задают мне вопросы о Боге, о вере, о жизненных ситуациях, о грехах, да вообще обо всем, что их волнует. Так у меня набралось 2900 вопросов. В своей серии я на них отвечаю согласно Библии и трудов святых отцов. Познакомиться с книгой можно и в интернете. Адрес интернетный. Кстати, здесь же можно и задать новые вопросы Игнатию Лапкину. А то автор сетует, что практически на все уже ответил. Я сейчас в библиотеке показал, что... Просто ссылайся. Я с кем сейчас был в библиотеке-то? А, с Антониной Васильевной. Значит, я тебе показал. Мы проехали от Байкала. Книги находятся в библиотеке номер один, библиотеке Ленина Москвы. Библиотека называется номер два, парламентская библиотека. Все я показал уже. И третья, это историческая библиотека Москвы. И далее все. Рязань, Томск, Омск. Не Томск, а Омск, Рязань. И так по порядку все города и по низу прошли. И в Алтайском крае. В Алтайском крае это у нас завершающий верх остался. Практически все получили. Я говорю это для того, чтобы у людей вызвать абсолютное полное доверие к тому, что я говорю. То есть книги никакого не экстремистского характера. Показал шишковка там все подряд, которую они покупали. То есть это на высоком уровне, на самом высоком у нас в стране. Книги эти проверены, эти печатают в интернете. А о чем там говорится, кратко показано. Дальше я показал документ, как этому относится православная церковь. Дело в том, что я православный, брат у меня протоиерей, и мы строим православное поселение. Ну, можем вслух прочитать им хотя бы немного. Это благодарность патриархии. Патриархий подворье, это духовно-просветительский центр. А там перелесы, вот отсюда и дальше. Русская православная церковь, московский патриархат, екатеринбургская митрополия, храм-памятник на крови во имя всех святых. В земле российской просиявших духовно-просветительский центр. Патриархия подворье. Понятно. И дальше. Вот библиотека, державная духовно-просветительского центра Патриархия подворье, с благодарностью приняла в дар от Лапкина Игнатия Тихоновича книги Новый Завис с подтолкованием блаженного Феофилакта. С комментариями Лапкина. Симфония на жития святых. Симфония на неканонические книги Библии. Для Слова Божия нет уст. То есть я все не мог, у меня кончились книги, а подарил только вот эти книги. Вот. Знаете что, писать книги это одна отрасль. Вторая это издать. Издать сегодня редко кто может. Я читал в газетах, один говорит, я написал, но издать невозможно. Вот это Новый Завет, трехтомник. Полное толкование по святым отцам с первого века. За две тысячи лет впервые появился. Эти материалы не просто уникальные, а они сверх того, они единственные в мире. За две тысячи лет вот это второе издание. И в две тысячи экземпляров от этой издать стоимость за миллион завалила. И спрашиваю так, как это можно издать. Отвечаю, никак. И издать просто это невозможно издать. Так, я не вижу 14 том еще никак. На руках. Ага, 14 том у вас. Ну вот, пожалуйста, вслух прочитайте спонсоры. Такие издания великолепные. Издать кто-то против. То есть этот человек очень сильно пострадал. Он богатый, у него в разных странах там это предприятие работает. Но внезапно погибает жена и сын. И он строит церковь, город Тула. Я его не знаю. Но священник, который ему дает мою книгу, он его как бы на этом останавливает. У него как у человека просто полное расстройство. Жил, была целью, только остался совершенно один. А что мне это богатство? Он храм построил. Перед храмом огромное там построил надгробие жене. Мы там были. Но попадает эта книга, и он начинает по-другому смотреть. А как человек издает? Он говорит, никак, у него ничего нет. У меня минимальная пенсия. Мне не давали работать. Я диссидент. Меня сажали. Здесь вот я себя иду арестованно. Я сидел в пяти тюрьмах и в лагере смерти отбавал. Полезаключенный. А за что? За то, что... Вот фотографию можете послать, вот я иду арестованный. За то, что недавно опубликовали про Новый мир 30 лет, как впервые в России опубликован был архипелаг ГУЛАГ. И тут же сразу опровержение. Впервые опубликовали не вы, а православный проповедник Игнатий Лапкин ровно на 10 лет раньше вас. Я насчитал и распространил эти катушки от 11 катушек по 27, по 375 метров от озвучания 8 часов 20 минут. Умножайте на 11. Вот это раскатилось по всей стране. Ну и брал я интервью репрессированных и получил свое. Ну теперь я реабилитирован. Многие сегодня даже подрастающие поколения не знают, как Вася обращалась с людьми не второго, а они даже за второй сорт не считали. Несмотря на то, что я законопослушный гражданин. Вот посмотрите, документ. Можете даже просчитать для репрессирования. Не каждый держал в руках такой документ. Ну, вам самим интересно будет. А я только перед этим хотела задать вопрос. Потому что в начале 90-х годов я помню фамилию Лапкин, и она звучала именно с точки зрения как бы антагонизма. И поэтому я хотела задать вопрос, а как вам это удалось, если вас тогда репрессировали? Я помню, вот были публикации в газетах. Когда Алтайская правда печатает, я сейчас опять не вижу. Где это? Это слово Божие не тос. Интересно, какую книгу еще? Эта книга автобиографичная, два священника пишут о мне. Здесь все статьи районные, краевые, союзные, Советский Союз был, и зарубежные. Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать. И у вас есть жители? Я скажу сейчас, когда я сказал это в Крыловой администрации, после регистрации нашей деревни, они говорят, так у нас в Крыловой администрации ни одного нету может поселиться. Статистику лежал, вот ты, говорит, материшься, а ты куришь. Игнатий Тихонович, они сами себя обличили. Такие граждане нужны стране? Ни одного аборта, ни одного развода. Я плохо слышу, минуточку, прожить. Второе. Чтобы людям вот это все дать, надо было не написать только, но подумать, как сделать дешевле. И в каждой книге написано, набор я делал сам, это 750 страниц, скажем, Томи. Версткой занимался сам и работающий в фотошопе. И не 73 года. В 62 года показали, как включать компьютер. Поэтому я хочу этим сказать, никогда не надо унывать. Никогда не надо думать, что сегодняшний день хуже вчера, что он лучше. И одному ничего не сделать. Вокруг меня были программисты. Вот я показываю, какие спонсоры, какие. Вы знаете, свободный курс газеты, директор генерального Пургин, Алтопресс. Это один из самых близких помощников. Он на 250 тысяч рублей только фото-выводы помог из плата сделать. Главный банкир, это был Песоцкий Сбербанк, управляющий. Это один из самых близких, помогавших мне. Я начальник детского лагеря православного. 40 лет. Ни рубля государство не дало. Ни одной копейки. Это тысячи детей. В каждом селе стоит образовать такой лагерь, беспризорность исчезла в стране. Вот и все. Вот говорят, 17 тысяч сел разрушено в стране. Я верю этой статистике. Но депутат Государственной Думы, она законодательная собрания была, Нина Данила от КПРР. Она говорит, это не то, что вычеркнуто поселение из списка Алтайского края. Это потери территории страны. Земля пустовать не будет. Тут будут китайцы, тут будут узбеки, мусульмане. Вы понимаете, что вы делаете, закрывая школу в малых поселениях, закрывая библиотеки. Это Нина Данила говорит. Здесь я с ней полностью согласен. И я как человек русский, как называют патриот, я не мог в стороне остаться. Я раздаю эти книги. Я без хитрости их создал. Без лукавства отдаю. Если будет дальше встреча с читателями, сегодня можно по скайпу, можно на стационарный телефон. Считатели здесь задают. Ну как делать вокруг? Приехать, конечно, я не смогу. Спрашивают благословения сегодня на училище. Вот открываем селфон на Житие Святых. Кто может просчитать, посмотрите сразу. Благословение двух епископов. Алтайский Максим. Кто видит? Посмотрите. Подачу просто. Я тогда буду на тот край отдавать. Вот, посмотрите. Брат мой родной, он протоиерей. Кстати, с таким, 32 года встали. Я сам миссионер. В моем доме пришли многие баптисты, адвентисты, разные пятидесятники и стали православными батюшками. Я миссионер, то есть мне Бог открыл дверь к сердцам людей. И для этого вот второй тон мной написанный. Как работать с такими людьми? Это люди очень хорошие. Когда начинают гнать кого-то, это, я считаю, безумие. Страна наша никогда не была закрыта ни для кого. У нас места хватит всем. И у каждого свой талант. Ты его раскроешь только. Я о себе говорю. Почему? Потому что моя биография, я лучше знаю себя. Взяли в армию. 10 классов строительный техникум. В школе учился, в корчевских учителей нет по иностранному языку. Ну, тройку поставили в аттестат, раз их не было. Но за службу в армии я выучил английский, немецкий, французский. И уступал среди людей самостоятельно. Люди изучают политологи. Я самостоятельно изучил все политические системы мира. И когда была перестройка, ко мне самого высокого ранга. Первый секретарь приехали спросить, как думаете, какой строй в стране будет. Я им соединял два строя и показал, это самый оптимальный, который есть на Манилах, Филиппина и Датский. Ну, то есть это такой симбиоз. Люди не знают этого, что в тебе есть таланты, которые надо развить. Их надо где-то коснуться. Это Бог делает. Я не знал даже этого. Я приехал в Латвию, за три месяца научился разговаривать и вышел на проповедь. Три месяца. А люди живут там 20 лет и говорят, они не любят русских. Скажи, как тебя можно любить, когда ты ни культуру народа не уважаешь, ни людей. Это другой народ. Ты присмотри, сколько же там хорошего. И свое хорошее дай им. А почему ты делаешь? Я во Христе делаю. Мы все братья и сестры. Мы все от Бога. И все от Него. И все мы умрем. И все станем на Суть Божьей. Из этой позиции исходя, ты увидишь, весь мир спас, души повредил. Никакой выпад за душу уже не задать. Это все здесь сегодня. Люди думают, пошел в церковь, свечку поставил, батюшка благословил, и все окей. Это обман. Если ты не по Слову Божией живешь, Христа распяли первосвященники. И я говорю без пригляда на родного брата, на священника, на епископа. Так говорит Господь Бог. Ты тоже на Суде Божьем будешь. Серафим Саровский, это настольная книга священнослужителей, 3 том, 601 страница. Он говорит, я три дня и три ночи молил Бога о русских священниках-архиереях. И вдруг Бог заговорил. Но не написано как. Но написано прямая речь. Кавычки открыты. Он говорил, помилуй Господи. Что они делают? Учат народ совсем не тому. И Бог ответил, не пощажу и не помилую. Как будто ни одного спасенного священника нет. Почему? Вымыслами человеческими заменили заповеди Божьи. Это выпущена в патриархумской книге. 3 том, священнослужители. Вот мои книги, они все написаны в этом стиле. Вот одна книга есть, которую мы предупреждаем. Ее нельзя на руки давать. Она сразу уплывает. Журналистам. Это 300 поэтов России за 300 лет по определенной тематике. Вот они. Это абсолютно непроворотный материал. Допустим, какое участие приняли поэты в подготовке революции? Да я любому задам в собрании, ни один не ответит. Здесь сказано кто? Максимилиан Волошин. Его стихотворение дальше из Библии. Лауреат Нобелевской премии Иван Бунин. Его стихотворение. Жемчужников. На каждый вопрос 6 поэтов из разной эпохи. Как они помогли созданию русской твердой прочной семьи? Я опять беру из разных. Что об этом сказал Симонов, что сказал Высоцкий? 6 поэтов. По всем этим вопросам 6 поэтов. Ясное дело, что поэт этот выглядит уже в другом свете. Не просто басни Крылова, а по определенной тематике. Но без Евгения Тушенко мне бы, конечно, этот материал просто не провернуть. Это 20 тысяч пайлов. Я должен все время их держать в голове на каждый вопрос. Из 20 тысяч нужно взять и вставить. Взять и вставить. В каждой книге примерно 3000 ссылок на священное писание. Я его просто знаю. Я его знаю на разных языках. Вот это вот. Ну слышали, такой священник был Александр Мень, убитый в Москве. А мне много говорят. Вот эта книга, наши беседы с ним. Этого нигде в мире нет. Почему? А его нет священника того. Мы сидим, беседуем, вопрос, он еврей был, еврейский вопрос. О церкви, о государстве, о политике. Все здесь. А его нет уже. Вот эта книга одна. У вас старообрядцы здесь есть. 11 том. За 380 лет что было сказано. О них и как нам от них самое лучшее взять. Это прекрасные люди. Это замечательные труженики. Это семьянины прекрасные. Но получилось так, что реформа Никона выбросила их за борт. Почти 5 миллионов. Они ни в чем не повинны. Они молятся о двоих перстнах. Но так молился князь Владимир, Сергий Радонежский, Феодосий. Все так молились. Русь приняла вот такое. А от Никона пошло так. Но спорить не о чем. Так молился Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, Игнатий Бричанинов. О чем спорить, когда и эти есть и святые. Нам нужно только доброе друг у друга взять и прославить Бога. Вот у меня детский лагерь. А как вы учите детей? Вот вы слышали про лагерь? Какие изменения? Прилетает из Лондона директор Кестенского института. Представьте, на навозной куче Маммутовский район. Это бывшая наша деревня. А там большие навозные кучи. И на них я организовал лагерь. 40 лет ему. И они там, профессор психологии прилетело. И вот наблюдает. Месяц прошел ребенок наркоман. Родители говорят, мы купили наручники, приковываем батарею. Все вытащил из дома. И вдруг он совершенно другой. Как это можно? И вот они сидят и все наблюдают, пишут. И наконец-то выводят. Движущая сила лагеря-любовь. С большой буквы. Это не потворствование. У меня очень строгая дисциплина. Нельзя даже обзываться. Не говорят ему ругаться. Я его накажу. Физически накажу. А как? За стол садись, а платочек нет. 300 метров туда и обратно. Листик старый. Я ему память через день пришил уже. И в каждом вопросе я должен найти адекватное решение. И вот они сидят и смотрят. Как? А у нас лозунг. Россия должна встать. Второе. Россия это мы. Дети это сканируют. Я спрашиваю взрослых. Скажите, мобильники есть? Кто изобрел мобильный телефон? Поднимите руку. Ну, а у меня ребятишки все знают, потому что там везде написано. Кто? Мартин Купер. Дети. Хороший мобильный телефон. Замечательно. Давайте Бога благодарить, что такой Мартин появился у Бога. И он позаботился о нас. И мы теперь не заблудимся в лесу, находясь с мобильником. Господи, какой Мартин хороший. И ты его создал. Вы знаете интернет. Но кто его создал? Опять тупик. Тим Бернесли. У меня любой ребенок знает. Тим Бернесли. Это Тим Тимофей. Господи, какой хороший Тимофей. Что он придумал? Давайте поблагодарим Бога. Кто-то придумал печатать книги, бумагу. Это люди, не знающие нас. До нашего рождения о нас побеспокоились. В ребенка надо волнами загнать чувство благодарности и словословия. А не та, что иди на улицу и играй. Мне-то с тобой некогда. Зачем ты родила-то его? А теперь передачки в тюрьму носишь. Смысл в чем? Мы все перед Богом. И нигде ни один человек чужим не может быть для нас. У меня отдельная книга. Вот, допустим, я показал вот это мусульманство. Здесь полностью разобран Коран по сурам и аятам. Сравнение с Библией. Что о них было сказано мусульманам 1300 лет. В одной книге. Синего и зеленого цвета это у них. Евреи любят золото. Не секрет. Золотого цвета книга. У меня даже это играет. А что тут? За 3600 лет это три тома идет. Все, что в евреях сказано, и разбирается их талмуд, и в сравнении с Библией. Как прийти к мирной жизни. Жизни во Христе. Это три тома. Их ни двух книг нет. То есть эти книги, они не конкурируют ни с чем. Потому что на эту тему никто не писал. Просто нет. Вот это в России было житие святых. Назвали щитиминея. 12 томов. Ивмарь, февраль, марку. Ты Татьяна. А кто такая Татьяна? Татьяна, великомущеница. Дальше Ирина. Это все в житиях. Я их обрабатываю. Это 12 томов. Примерно по 700 страниц. Чтобы составить вот это, мне пришлось пройти эти 12 томов ровно на 10 раз. Это 120 томов. И вот они в двух томах теперь по каждому вопросу. Что из святых говорил на данную тему. Этих книг тоже. Вот они два тома. Седьмой, восьмой. Ну вот все. Отпустите меня на покаяние. Теперь мы оставляем вам вот такие заказали, кто приходит, чтобы можно было отдавать приходящим. Потому что мы видим, как библиотекам относятся и сердце сходится. Если не будет у людей связи с прошлым, с духовным, из Библии, вообще ничего не будет. Ничего нет. Выступает Дмитрий Смирнов, священник. Он посылал его на структуру патриархии. У патриарха правая рука. Ему говорят. Отец Дмитрий, ну неужели так все безнадежно в вашем государстве? Он говорит, это не то слово. Безнадежно, когда человек что-то шевелится. У нас абсолютно ничего нет, что могло бы нас засыпить. Русская семья 1,8 ребенка. Мусульманская. 8,1. Чтобы остановить это, нужно, чтобы в каждой семье сегодня не менее, минимум, 8 детей было. Выполнимо это? Нет. Даже невыполнимо. А как возможно? А никто нам не давал задания, чтобы много рожали. А один праведник перед Богом дороже, чем 10 тысяч нарушающих законы Божьих. Кто он там бы ни был, как Тетр Мамонов говорит, артист. Я сыну говорю, учи китайский язык, на китайских вышках будешь работать в Тюмени. Мы должны сегодня задуматься, как живем. И ответ найти, как патриарх Алексеев II сказал. Отучили молиться, отучили трудиться. Вот в этом весь смысл. Вот у нас, вот мы едем дорогу, встаем в 4,40. Это распорядок наш. 4,40. Почему? Мы везде спешим, быстрее. Нельзя спешить только на молитве. Мы считаем молитву, потом 100 поклонов. Считаем Божью Матерь, Ангелы, Хранители. Сектанты этого не знают. У нас, у православных, это принято. Всем святым. Поднимаем руки к Богу. Молимся и говорим, Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле. Поминаем всех усопших своих. И тогда садимся в машину и едем. Мы поехали, причастились к храму, благословились. Батюшка покропил нас водой. И Бог нас спас. Мы на кровегибели были все. Буквально полсантиметра. И Бог нас спас. Мы ехали в горах, там, в Щерыжске, там, районы. Ну, случилось несчастье. Пробитая шина. Ну, вот все. Если будет желание учитателей встретиться, значит, это можно или по скайпу, или перед телефоном. Вот сидят и задают вопрос, а я там буду на телефоне отвечать. У вас вопросы какие есть? Вы будете меня переводчиками? Знаете, люди испытывают большое неудобство, когда что-то физический недостаток. У меня физически повреждены к телефону. А я не испытываю. Они еще не говорят, меня судят. А я с сильным хорошим. А я слышу еще плохого говорить. Мне даже нужды нет. Они говорят, да про тебя мы сейчас такое говорили. Я говорю, я все не знаю, люблю и целую. И поэтому я все время самостоятельно копался. Это Бог дает. Говорят, а как мы быстро хранить зрение? 30 тысяч часов за компьютером. Я щитьем, Бог показал, нужно каждый день два раза по две морковки. Мелко-мелко теряя, на самом мелком. А теперь лекарство про это глаз, когда на компьютер карати. Это Бог говорит. У меня заполел зуб. Я был в Америке. Меня повезли в кресло, там покинули. Посмотрел. Ну, можно там наростить штифты? Говорят, нельзя, у вас ниже десен. Надо вырвать? Я говорю, мне нельзя. Я в разных университетах преподаю. Мне на память надо знать сотни книг, выдержки. Я называю страницы, даты изготовления. У меня память не будет. А какое отношение зуб памяти имеет? Я говорю, я не знаю, но мне кажется, что попало. Там русский врач говорит, что попало? Я не стал. И вот вдруг появляется исследование шведских ученых. Каждый выдернутый корень, это там 3 или 5 процентов зубов. Вот и все. А я это сказал за 20 лет раньше. Почему? Я не могу ответить. Просто я понял, что дергать не надо зубы. А если болят? Болят. А вот скажите, вот таблетки видите, мне 7 часов, я ни одной таблетки не съел. Как? Я не болею. То есть, что болезнь есть, я ее не считаю заболевать. Это естественное состояние грешника. Я согрешаю, Бог наказывает. А согрешающий нападет в руки врач, а врач будет резать кромса. Я был на операции неоднократно. Понимаете, как ты с ним опостаешь? Вот мне операцию сделали. Утром приходит манная кашка. Я говорю, а мне нельзя, я верный мужчина. Пост у нас. У баптистов-то его нет поста, а у нас тут православный пост. Что тебе, отдельно готовить будем? Я и не прошу. У меня шапочка сморщилась, как она недовольна. Ладно. А как вы хотите? Да никак. Пять дней осталось даже, я так пролежу. Пять дней? И вижу, они мне соку принесли тут же. А что можно? Я говорю, картошку нечищенную. Такая сырью. Они тут же сварили, в больнице тут же принесли. Ты только доверься Богу. Я лечу в Америку. Фейнер называется компания. Подходят стюардессы. Ну, говорят, это такие у них уже законы, улыбаться. Ну, можно отличить искусственную улыбку настоящую. Я по-английски отвечаю, что у нас пост. Малосты не за что можно. Я говорю, все овощное. Я наблюдал. Ко всем подошли два раза, а ко мне четыре раза. Они орехи принесли мне. Мороженую землянинку какую-то, еще только не было. А я их первый раз видел. В 92-м году я все еще их помню. Главное, это человек. Наши отношения. Я вот работаю в тюрьме 17 лет. Но так как я знаю, сам в пяти тюрьме был, знаю, о чем думать, мы стараемся людям дать понять, другая жизнь есть. Я иду в Алтайскую правду, отходы беру много лет, заношу им бумагу, все с разрешения, конечно, под сопровождением конвоя. На Пасху купили яйца, покрасили, и гляжу. Он шесть раз сидел, а он целует и плачет. Он вспомнил все. И однажды было, начальник говорит, у нас тут беда большая, ОМОН переусердствовал. И сколько, кажется, около 20 человек, это старые рецидивисты, они объявили голодовку уже 4 дня, они едят, просто их вывезти нельзя. Я говорю, разрешите мне. Что вы? Там близко нельзя подойти. Но я дам подписку во имя Бога. Ну убьют. Сейчас Бога спрашивать мы будем. Но я уговорил, там с собаками, выстроились военные, меня запустили. А они там стоят. Вещь, начальник звонит. Вся камера вышла из голодовки. Это что же вы могли им такое сказать? Я всю жизнь прослужил в этих органах, системах. Я никогда не встречал. Я бы сказал, скажите, у вас есть кто-нибудь на свободе, кто ждет вас, кто любит? Ну жена была, я убил ее. Ну а собака? Собака есть. Ну какая-то пищевушка там в клетке, я уж не знаю, за счет засыплится. Место твое, которое по тебе тоскует, дай есть. Вы понимаете? Дальше я начинаю говорить. С ложеницем говорит, голодовка имеет смысл, когда она воле тебя поддержит. Тут свирепцует туберкулез. Вы знаете, да, знаем, у нас пятеро здесь туберкулезники. Они вас всех заражают. Организм, который не получает витамина, он быстро поражается этим. Тебе это надо? Нет, а что же делать, отец? А они уже обо мне все знают. Меня только впустили, они сразу мне объявили, кто я такой, зачем хожу всем. Там работает очень сильно радио. Я говорю, вот что, давайте до вечера уже не голодовка, постимся, а завтра вы вкусите, а там дальше Пасха будет. А я иду к губернатору. Тогда был я таким вот. У меня близкие отношения с прокурором края по Роскуном было. Я дальше пишу в Государственную Думу и этот вопрос решу. Я там достал много мыла, одежды, книги, 64 радиоприемников, камеры, что бы говорили. Все. Так они выходят, где видят, кричит, я идет, я говорю, жена его, я не могу к вам подойти, отец, у меня бутылка в руке, да кто вы такие, вы к нам приходили. Вот и все. Я работаю просто. Эти люди после тюрьмы рано или поздно выйдут, хоть несколько, их в Китай не отправят, они к нам придут. Если он тебе встретится, ты домой не придешь. А другой вариант, встретиться и ты придешь. Все мои затраты оправдались одним разом. А вы здесь звери или человек, многое от нас зависит. Вот об этом все эти книги, они все с фотографиями. И мы к вам приехали, чтобы поделиться этой большой радостью, что Бог нас наградил этим. 38 книг. Вопросы ко мне какие-нибудь? Ну, вопросов нет. Я просто хотела бы от всех нас и, конечно же, от жителей Славгорода, которые будут иметь возможность эти книги видеть и читать, сказать вам большое спасибо. Спасибо, Христос. Да, конечно. Больше я не могу ожидать даже. И я думаю, что вот...